Добро пожаловать на канал Нимитой Геймс и сегодня нам предстоит обзорное мнение на игру Quake Champions. Поехали! Итак, собственно, в стартовом меню вам предлагают получить бонусы за ежедневный вход, какой-то лут, посмотреть как можно заработать, какие дейлики вам нужно выполнить. Короче, обычная самая витрина магазина в любой современной игре, которая рассказывает о вашем прогрессе, о том, что вам нужно сделать. Короче, ничего интересного. И далее у нас уже начинается поиск игры. Несколько режимов, от Ranked до Unranked, по 4 режима. Короче, есть чем заняться. Для того, чтобы начать об этой игре, давайте сначала вспомним про родителей. Это Quake, первый, второй от ID Software и третий в том числе. То есть, я-то, конечно, придерживаюсь того, что, ну, второе Quake классика классная, мы в нее много играли. Там еще был Quake Action, в общем, куча всяких крутых вещей. И мы реально играли, у нас даже был какой-то свой локальный сервер, мы на нем с пацанами рубились. Но вот с третьим Quake так сильно я не дружил, в него мы играли заметно меньше, потому что там уже был Counter-Strike 1.6, и мы как-то в него больше играли. И, собственно говоря, Quake 3, ну, мы тоже постоянно рубились в Quake 3, это было часто, Unreal Tournament в то время тоже еще был. Ну, а сегодня у нас Quake Champions. Так скажем, уже не сегодня, но все еще. Вышел в 2017-м, но до сих пор находится в режиме Альфы. Будет ли развитие, пока непонятно, но в целом видно, что игра пытается хотя бы быть на плаву и развиваться. Да, но давайте перейдем к самой игре и быстренько пробежимся по графике, звуку и прочим-прочим молочам, а они все в норме. Абсолютно неплохая графика, абсолютно хороший звук и крутая динамика в геймплее. Тут, как бы, претензий не может быть, да и оптимизация очень хорошая, на слабом железе идет очень даже неплохо. У меня довольно старое железо, и оно не самое мощное, все равно выдает там около 70 FPS, выше 60 на высоких настройках, с учетом того, что идет запись, и записи выдает ближе к 90. То есть на слабых компах, если выкрутить графику пониже, играть будет вполне реально, так что мое почтение оптимизациям в проекте очень даже неплохо. И теперь перейдем к самому Quake, что нравится, что не нравится. Очень понравилась сохраненная атмосфера, сохраненная динамика и геймплее. В целом, такой жесткий шутан, веселящий, разжигающий такую прям жопу. Очень круто. Так что здесь рассказывать нечего, геймплей остался очень крутым, очень веселым, очень динамичным и ярким, даже с учетом вот этих вот небольших изменений, которые были введены. Ну а в целом игра осталась тем самым Quake, что мы в принципе все и любили в свое время, но сейчас, конечно, порог вхождения высоковат. Современному игроку будет довольно тяжело вникнуть и научиться играть. Особенно если мы берем матчмейкинг, где там уже кто-то из Адрача будут играть. Хотя вот, возможно, в матчмейкинге есть неплохой более-менее подбор. Ну, в перспективе, по крайней мере, планируется, потому что сейчас игроков достаточно мало. И если там будет приличный подбор, он не будет прям крутых игроков, настолько крутых, что они будут вас разносить, подкидывать, то играть будет в принципе реально. А вот сейчас на том же Team Deathmatch или просто Deathmatch порой бывают такие крутые игроки, которые просто выносят там в 30 очков разницы. Это, конечно, усложняет игру. Однако это не самое страшное. В целом играть вполне реально, особенно если вы будете играть в пати и не будете там тупить как большинство игроков, которые бегают непонятно где, непонятно как, в то время как враги постоянно с копом разматывают всех подряд. Что касается геймплея, здесь в принципе все, здесь все так круто, как и было. Теперь перейдем к особенностям монетизации игры. Есть и вполне нормальные, к которым я отношусь свободно, это лутбоксы. Лутбоксы, в которых кастомизация. То есть выпадает кастом, который не влияет на игровой процесс. То есть это просто скинчики. У меня уже есть пара крутых скинчиков, типа прям легендарных, но контента мало. И это большая проблема, потому что контента на данный этап реально маловато. Мало скинов, мало возможностей кастомизации. Но в дальнейшем, естественно, наверняка будет добавляться. Но здесь есть еще одна проблема в системе монетизации, которая в принципе сейчас немножко мешает, я уверен, тому, чтобы игра стала более популярной. Это нет торговой площадки. По крайней мере, я что-то не заметил, возможности передавать скины, как-то делиться ими там и, в общем-то, продавать. То есть, соответственно, вот это отсутствие рынка влияет на то, что меньше интереса страны игроков играть, фармить. И, соответственно, потом эти скины обменивать, как-то барыжить, что-то с ними делать. Повторы можно разрушить, но нельзя продать. Это минус. И плохой момент в монетизации. Это чемпионы, их, по-моему, 13, включая основного, которого вам дают в начале. Чемпионов нужно покупать. Понятное дело, что стоит там чемпион 5 тысяч внутренней валюты. И, в принципе, в день можно заработать десятку, если активно играть вполне реально. Но, при всем при этом, получается, что покупается на сутки герой, и, значит, где-то в день можно будет спокойно одного героя на сутки. Чтобы купить пермомент, нужно потратить платины. 800 сейчас на данный этап стоит. 800 платина — это примерно 7 евро, если в нашем регионе, как и в других, не знаю. Но, тем не менее, это довольно дорого. И получается, что мы не можем полноценно играть в игру, не заплатив тридцатку для того, чтобы открыть там героев по EarlySS паку, например. Но, увы и акт, такая вот история. Почему нельзя было сделать хотя бы трех бесплатных героев? Потому что, например, чемпионаты в дуэльном режиме проходят именно тремя персонажами. Почему бы не дать возможности игроку выбрать трех персонажей навсегда, а остальных уже докупать впоследствии? Однако, мы играем только на одном рейнджере, а дальше тратим денежки. Конечно, на дейликах, на ежедневных наградах за логин, можно накопить на покупку персонажа, но придется копить 8 нигель. Прекрасно. То есть, два месяца для того, чтобы открыть одного персонажа, не очень-то весело и приятно. Возможно, будут какие-то акции, возможно, будут какие-то изменения в этом плане, но пока вот так. Это минус монетизации. А в остальном же игра очень крутая. И я бы рекомендовал ее всем любителям хороших мясных шутанов, которые призваны развлекать. В отличие от того же PUBG, да, где нужно, блин, либо ты развлекаешь себя сам, либо у тебя постоянно герри джопа, и ты никогда ничего не выиграешь. Или того же Counter-Strike, который скучный, нудный, и там не так-то интересно играть. Но здесь реальная движуха, здесь реальный экшон, здесь круто, весело, задорно, прикольно. Поэтому однозначно всем рекомендую как минимум к ознакомлению, а еще лучше к углублению в игру. И давайте поддержим действительно хороший игровой проект, который очень зрелищный и с точки зрения игрока, и с точки зрения зрителя, потому что, ну, реально очень зрелищная игра. А на этом, в принципе, можно заканчивать. Обзорное мнение таково, что проект действительно сослуживает внимания. Он крутой, он интересный, он динамичный, он веселый, и в него приятно играть. Соответственно, все очень даже неплохо. Беседка не разочаровала, по крайней мере, пока, надеемся, поддержка будет, будет больше игроков. И в итоге, когда откроется, официальный релиз произойдет, будут какие-то крутые чемпионаты, которые уже, кстати, происходят. Но будет еще больше, больше и больше, и будет много игроков, чтобы, так скажем, для каждого игрока нашелся свой оппонент. Для того, чтобы познакомиться, да, для того, чтобы познакомиться с игрой ближе, либо поиграйте, либо просто посмотрите ролики. Потому что, например, всех героев показывают в роликах очень круто, со всеми обилками, в крутом драйвовом геймплее. В общем, там все показано очень классно. Хотите посмотреть на то, как крутые игроки играют? Пожалуйста, уже были чемпионаты. Открываем, смотрим. Вот так вот. А на этом, в принципе, все, да. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии, и колокольчик тоже нажимать. Ну, а для тех, кто еще не поучаствовал в конкурсе, накличите их к прошлому обзору Индюшатины. Милости просим, потому что конкурс закончится в следующем обзоре Индюшатины. Ссылочка, кстати, будет здесь в подсказке, там в описании. Так вот, кто не успел, движим туда. Смотрим, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии, указываем свой вк. В общем, там все есть. И участвуем в розыгрыше ключиков. Халявных ключиков. А в итоге будут как раз, наверное, на следующей неделе, когда выпустим новый обзорчик, да, какой-нибудь Индюшатины. Ну и здесь все. Можно завязывать. Квейк Чейнгенс рулит. Играйте, отдыхайте, развлекайтесь. А на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...